привет всем друзья меня зовут наташа и вы на канале замуж в индию с вами артур и вы на канале замуж с вами парам расскажи куда мы идем покажи какую еду мы хотим сейчас дать коровам давай 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 беги 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 украла сок обезьяна так а что здесь происходит сегодня в инди вообще по всей стране объявили выходной в честь того что открылся новый храм дети не пошли в школу люди на работу не пошли вот но и у нас выдалось естественно свободное время которое мы решили провести вместе с друзьями них а к сожалению сейчас мумбаи а бавин согласился встретиться и предложил пойти коров кормить какая-то грустная лошадка а мы сейчас пойдем поднимать настроение коровам на бавин на увей у мэй good mood for cows бавин презентовал нам свои джинсы новый горит на прошлой неделе купил 9 карманов ну вот мы и подошли к нашему матеранскому приюту для коров ты что почувствовала запах посмотрите подходит они отсюда выходят гуляют когда им хочется кушать и поспать возвращаются сюда то есть очень даже неплохо они устроились живут на воле но в то же время у них есть дома я боюсь туда заходить вы на прогулку вечерние собрались ребята небольшая дверца если я буду входить и в этот же момент коровы захотят выйти то не избежать неприятностей они прибежали сюда на водопой с этим мужчина я его показывала много лет назад на года четыре назад я снимала про этот приют уже видео он этим занимается слушайте я говорю вы посмотрите это какой-то бизон целый огромный с какими рогами с ушами бавин говорит не бойся они с виду только такие на самом деле это доброе нежное животное а чё ж ты сам не пошел тогда во внутрь это бык огромный бык слава богу выбрался но но я так сказала безумно что он такое такой большой ребята все идем а бавин смеялся когда я начинала кричать я же не все еще это показывала уже так испугалась за артура вот я когда снимаю видите не проконтролировала а парам туда пошел артур за ним побежал бавин к чё ты волнуешься это же бог коровы в индуизме он приравнивается к богу вот это вот ради к говорит о у каждой коровы есть имя а как большого зовут биг ван вот на это мы сейчас говорим об этом мужчине который завидует этим приютом что он раздают бесплатно молоко ну тем кто как вынуждается там или вот допустим даже бавина брата тоже он каждый день дает порцию молока вернее не брата а ребенку бавина брата таких вот приютов в индии очень много и они существуют за счет донейшенов богатые люди отчисляют часть своего капитала они считают что это им во благо вернется ну вот каждый как может видеть бавин пришел покормить он регулярно ходит кормить этих животных но сегодня еще и нас подключил к этому делу это нам вернется бог нам поможет вернется вдвойне то и втройне а сейчас мы пойдем в храм посмотрите кстати какие красивые ранголи выложили здесь перед входом и кстати сегодня я вырядилась так неспроста потому что мы заранее планировали пойти в храм момента же попросил попросил парама сфотографировать его бавин открыл свою галерею показывает фотографии старые когда мы регулярно занимались йогой в отеле маду смотрите это я поднимаю ниху и бавин смотрит такого говорит наташа ты тогда была такая худенькая но реально да вот когда смотришь старые фотографии тогда видно о а тут парам меня поднимает маленький артур да было время так классно мы проводили классно и с пользой для здоровья итак мои дорогие зрители у нас уже следующий день и сегодня парам согласился поделиться с вами вкусным рецептом индийского десерта из морковки гаджер кхалва гаджер на хинди морковь посмотрите какая у нас морковь парам уже почистил подготовил сколько тут парам хау матчей кейджер около двух килограмм огромная будет порция десерта представляете друзья десерт из морковки сейчас вы все увидите говорю парам раз ты уже согласился сниматься в видео давай все по-человечески надеваем ну конечно он сам сказал горит наташа я сегодня буду готовить я никогда в жизни не готовила это блюдо ему захотелось играть давай снимая видео так после того как парам почистил морковку после того как промыла и сейчас будет натирать на терке правильно я понимаю твой любимый десерт твой любимый десерт я мама мама готовила я мама да мама готовила хорошо ну вот видите в индии не просто десерт а еще и полезный хорошо для зрения действительно вкусные но на любителя просто некоторым сложно представить себе да что морковка может выступать в качестве десерта я допустим в детстве бы удивилась я не любила овощи но для меня морковка это овощ а здесь как-то больше воспринимается как как фрукт ноги просто берут ну да артур кстати тоже любит морковку просто есть так я наверно камеру поправлю я ему школу когда даю ланчбокс бутерброды и другое отделение кладу морковку порезанную огурчики горошек сыр и овощи why are you not put in water yesterday надо было вчера замочить миндаль друзья это важнейший ингредиент в нашем блюде орехи орехи и изюмут у нас как раз ассорти и парам отделил миндаль говорит сейчас ты залей его кипятком и тогда кожица тоже легко снимется но вообще можно было просто на ночь замочить я обычно так и и делаю каждый каждый день я замачиваю для того чтобы есть ну как как лекарство по утрам каждому по три орешка даю вот значит сейчас мы нагреваем воду и заливаем кипятком это не совсем правильно все витамины сохранились лучше было на ночь просто холодной воде оставить вот ну так как мы не догадались это спонтанное решение у парама возникло ничего сейчас выйдем из положения таким вот образом ничего в работе я столько много говорю он когда я медленно говорю он в принципе много чего понимает а когда вот так вот я таратурят он что-то что я там что я там говорю что этом говорю ладно 3 не отвлекайся так миндалья залила кипятком какое-то время он должен постоять чтобы легко потом можно было эту шкурку отделить а сейчас нарезаю на мелкие кусочки орешки кешью еще по поводу морковки вспомнила что все таки я ее ела в детстве как десерт точнее мама мне засовывала бегала за мной с ложкой значит морковку наверно многие из вас такое ели натертая морковка натертое яблочко и добавляется туда ложка сметаны чем мама старалась поменьше сахара но чтобы максимально полезное было блюдо но мне жутко не нравилось еще некоторые я знаю из морковки пекли оладушки тоже гадость редкая вот но этот десерт будет реально вкусным сейчас еще ребята новость грандиозное событие наконец-то пришел мастер три раза он откладывал свой приход и наконец-то он сегодня пришел буквально два часа назад он поменял деталь холодильнике но я еще не могу судить о результате потому что всего два часа прошло будет у нас холодильник рабочим парам угомонил попугая то что я уже несколько раз пытаюсь начать снимать видео он галдит громче меня на насчет попугая то может быть вы не поняли как парам его угомонил он его закрыл в душевой принципе в душевой попугая часто проводит время ему там нравится вот так что это вполне нормально просто он прикрыл там дверь чтобы не доносили звуки так ну что парам вот уислинг а уже да вот смотрите действительно уже отделяется хорошо айсен зис десерт мастер пир он лифт мэн только мужчинам можно приготовить этот десерт я бы не смогла вы видели сколько много морковки вот этот все нужно тире то есть блендере нельзя надо обязательно тереть руками мне бы за руки отвалились он лидисы с битровым грамм от пою и будет пою саю туда и мэйбе юнот гудим отделяются шкурки очень легко но нужно быть внимательным потому что уже несколько орешков от меня ускользнула кому интересно значит мастер поменял термостат и получается за новый термостат плюс плюс заработал он взял с нас тысячи рупий и многие из вас спрашивают в комментариях мол почему наташа вы не купите новый холодильник почему вы смотрите бы ушную мебель сейчас мы спросим у парам парам вайвий not buy new fridge поевая в ул тайм сарч сам секонд да когда будем но значит объясняю друзья мы сейчас живем здесь временно почему-то временно растянулась надолго но сам факт что во временное жилье парам не хочет вкладываться не хочет покупать сюда дорогую качественную мебель и технику потому что но в планах у нас переехать все-таки свое собственное жилье и все это перевозить будет сложно ну когда вот неизвестно какой какая у нас будет квартира как это все будет там смотреться но вы понимаете плюс еще это дорого перевозить плюс еще у нас смотря не горы и пока это тут на плечах дотащишь то есть у нас вы знаете что транспорта нет матеране нужно это все на осликах тащите и соответственно я уже рассказывала что вот это даже холодильник новый когда нам его сюда при привезли он очень сильно пострадал но хорошо да что он недорогой как бы это не сильно жалко и что еще что продать допустим кому-то то точно парам не сможет он говорит что я просто все отдам подарю отдам как кто захочет эту мебель он возьмет бесплатно поэтому поэтому вот так вот и живем на чемоданах ускоряюсь включая ускорение а сейчас уже парам будет готовить хорошо я сама ну давай парам значит друзья очень много рецептов в интернете вы можете увидеть но парам будет готовить так как готовила когда-то в детстве ему его мама вот сейчас он в кассе строили не добавляя ни масла ничего никакого жира насыпала морковку натертую сейчас будет ее жарить я удивилась конечно она сейчас может начнет по подгорать в общем надо для того чтобы не подгорело постоянно помешивать далее далее сахар парам тебя не видно сколько сахара на я вам вот две таких пиалы нам добавил три это наверное знаете уже как как кто хочет сколько как вы любите насколько послаще или не сильно и так пролетела полчаса и смотрите что теперь значит парам в кастрюльку налил масло ги топленое масло подогретое насыпает орехи часть орехов он оставил чтобы потом как я понимаю сверху украсить орехи изюм все это сейчас будет жариться уже жарится в топленом масле тем временем морковка давайте посмотрим уже хорошо проварилась ну и все смешиваем вот такая красота у нас выходит запах потрясающий порция довольно таки большая получится поэтому мы поделимся с друзьями угостим скорее всего повином и теперь еще один важный ингредиент но я не уверена что вы сможете купить это мама называется это как и сгущенное молоко но именно как концентрированное молоко как сухое молоко но можно добавить либо сухое молоко если у вас не продается именно мало либо сгущенку ну да надо чтобы бавин попробовал и оценил бавин кстати в таких блюдах разбирается хорошо он из штата как родом из штата гуджерат у них своя кухня десерты все вот эти вот сладости они умеют но его родители я так понимаю бавин не особо хороший кулинар но вот его родители его родственники его кормят так что бавин у нас можно сказать гурман и он знает как это гаджерка халва должна выглядеть и какая быть на вкус разовая все парам переложил посмотрите как он красиво оформил сверху орешками кстати есть это блюдо можно как теплым так и холодным я сейчас буду снимать пробу парам нау айвил тест не волнуйся когда-то готовил босс но по отеле маду малти хозяин владелец отеля готовил это блюдо он кстати хорошо готовил действительно вкусно у него сейчас сравним да вкусно в тесте да очень вкусно действительно вкусно вкусное и полезное блюдо па рам еще не пробовал прежде дал мне попробовать ну что парам лайк я мама да так как твоя мама готовила получилось соу я мама у супу путь пропор у нас да все добавлял вот знаете вот индийцы насчет этого молодцы все не считают что если там что-то какой-то ингредиент не добавляется то это все уже испорченное блюдо даже вот все специи обязательно то есть это ну настолько педантично они к этому относятся я подожди расскажи в честь чего вам шоколадки раздали день независимости спасибо сейчас попробую спасибо ну так да особенно учитывая что от чистого сердца очень вкусно артур знакомят своих друзей с попугаев а ну артур скажи как зовут как зовут этого попугая артур артур же такие имена им дают что индийцы не могут повторить а рудра what's this bird name гуля say гуля гула 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 гуля убери попу вайбау убери попу а бусю как они называют I don't say гуся гуся буса 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 как это они не могут я произносить игра вот этот вот туда отличник классе а ну то я хоть покажешь уже и поворачивайтесь conservative боком любимое развлечение у артура круче всех получается Ниха спрашивает кто мол кто это такая на меня кто это такая Наташа Мауси Наташа Мауси ну Наташа вы поняли а Мауси это как тетя like Анти ну-ну я только включила камеру Ниха покажи мастер-класс О Артур хочет пранкануть она реально испугалась испугалась маленькая В общем у Нихи тараканов дома нет это точно девочка дочка брата мужа племянница а вот и бавин мы рады тебя видеть сейчас будете все друзья тестировать гаджирка халва гаджирка халва пати спешл фуд спешл кхана а ты уже сама подходишь к тараканчику ну-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка То же самое, что дядя. Анкл. Наташа Мауси. Наташа Мауси. Наташа Мауси. Наташа Мауси. Я сейчас спросила, как говорила, видела она тараканов и маленьких, и больших, и даже таких, но я имею в виду настоящих. Я когда маленькая была, меня дети постарше, брат с друзьями, пугали червяками дождевыми, и я тоже так визжала, бегала. Так они мне, ну это ж уже понятно, что это не настоящий, ну чего-то. Мне прям за шиворот червяков кидали, и ничего. Не, она не плачет, она, по-моему, воображает. Вы видите? То есть ей самое интересное. И в то же время надо немножко повыделываться, повоображать. Все, успокоилась резко, за секунду. И так, тестировать гаджерку халву пришел не только Бавин, но и Неха вместе со своей племянницей. Сделала объявление. Триша сейчас 4 года, и буквально через пару месяцев она пойдет в школу. Здесь детки начинают учиться с 3,5 и с 4 лет. Артур, кстати, с 3,5. Да, котик? Фактически учится уже 5 лет. Получается, что Артур 8 лет перейдет в 4 класс. Вот, первый, второй класс. Это у них как подготовительные, но они не первый, второй класс, а junior и senior. Но они там уже, в принципе, учат буквы, цифры, немножечко читать легкие слова, как Кэт, Рэд, Бэт, ну такие вот. И учат цифры тоже, как писать их буквами и как цифрами. Немножечко вычислять, прибавлять, отнимать. А, еще и на хинди, не только на английском, плюс еще хинди. Бавин говорит, ну где же, где же, где же эта халва? Говорит, давайте быстрее, Джалди, Джалди. Я говорю, боже мой, ты что такой голодный? Он говорит, нет, мне надо скоро уходить. Три. Да. Я думала, неужели у нас такой друг нескромный? Давайте быстрее еще ложками, ложками по столу начнет сейчас стучать. Оказывается, ему нужно бежать. Бавину нужно быстрее возвращаться в магазин, потому что вся семья чем-то занята. Брат с женой уехали куда-то на отдых. Отец развлекает гостя, родственника, который приехал. Водит по разным точкам обзора. И сейчас в магазине только мама. Мама и помощники. А у мамы еще домашние дела. Вот. Бавин. Вот так это. Эй, Артур. Давайте, угощайтесь. А, кстати, обратила внимание, малышка всегда так красивая. Малышка всегда так классно наряжена со вкусом. И вот Ниха говорит, я выбираю. Получается, не мама малышкина, а она. У Нихи действительно очень хороший вкус. Но многие из вас, зрители, тоже обратили на это внимание, что она всегда и сама красиво со вкусом одета. И вот малышку тоже наряжает. Так, ну окей, давайте. Пробуйте. Тест. Ну не надо так близко. Ничем так близко врут человеку. Очень вкусно. Очень вкусно. Как Гуцарадти стайл. Ммм, вкусно. Ну баби. Давай. Вердь, вердь. 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 Втерь. Вердь. А ну шубер. Вердь. 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 Ничем шубер не соответствует палочки. Говорит, я точно так же готовлю. Мама готовит. Баби это жена брата. Ты что, тоже хочешь? А Парам еще вчера отнес в Маду Малти. Помните, я рассказывала, что хозяин предыдущего отеля Маду Малти тоже готовил много раз это блюдо. У него действительно вкусно получается. Он как гурман, можно сказать. И Парам вчера отнес ему, говорит, он в Востоке был. Ой, так похвалил. Говорит, молодец, так вкусно приготовил. Ой, дети, у Парама очень много талантов. Талантливый муж. Ну все, мои дорогие зрители, на этой оптимистической ноте. Буду с вами прощаться. Всех люблю, целую, обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...